МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. На регион надвигаются арктические морозы. Столбики термометров могут опуститься до минус 30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жертвы моды. Открытие бутика в Омске едва не превратилось во вторую ходынку. Медвежья услуга для пернатых. Хомячей просят не кормить перелетных птиц. Почему лебедей перевозят на диету? Умер за рулем. В Омске скончался водитель маршрутки. Полиция проводит расследование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На область надвигается новая волна аномального похолодания. Азиатскую территорию России накроет арктический антициклон. В отдельных районах региона уже этой ночью, по прогнозам синоптиков, температура опустится до минус 20. Днем термометры покажут от минус 15 до минус 5. Самой морозной станет ночь пятницы. За окном похолодает до минус 25. Утром метеорологи обещают небольшой снег. А вот на выходных в Омске потеплеет до нуля. Будет облачно, пройдут снегопады. Однако уже к середине следующей недели морозы ударят с новой силой. Температура ночью опустится до минус 30. В связи со столь резкими припадами возможны сбои в работе коммунальных объектов. В связи с этим напоминаем телефон единой аварийной диспетчерской службы. 78 78 78. Звонки принимаются круглосуточно. А в Омске уже случилась первая коммунальная авария. В Порт-Артуре поврежден газопровод. Работа жителей частных домов по улице Перома и 11 Марьяновска пришлось эвакуировать. Час назад газ здесь перекрыли. Сейчас угрозы для населения нет. На месте работают бригады спасателей и аварийные службы. В Омске водитель маршрутки умер прямо за рулем. Случилось это во время стоянки, когда салон был пуст. Машина была припаркована неподалеку от автозаправки в Старом Кировске. Мужчина выполнял маршрут номер 19, пожарная часть, поселок Магистральный. Расследованием происшествия и установлением причин смерти занимается полиция. Уже известно, что на теле шофера не обнаружено признаков насильственной смерти. 13 ноября в первом часу ночи возле автозаправочной станции по улице Мельничной в салоне микроавтобуса Форд было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения без признаков насильственной смерти. Предварительно то, что было в ходе опроса очевидцев, установлено, что ему якобы стало плохо сердцем. Но это все предварительно. Основное значение будет в результате вскрытия. Стало известно, что с поличным при получении взятки задержали главного следователя Кировского округа Романа Оленицкого. В Куйбышевском районном суде подтвердили, что избрали меру пресечения подполковнику юстиции и сейчас он в СИЗО. Журналисты разных СМИ ссылаются на собственные источники и утверждают, что спецоперация произошла накануне. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют. В этом отделе по Кировскому округу сообщили, что Оленицкий отсутствует на рабочем месте и когда вернется, неизвестно. О какой сумме взятки идет речь и кто ее передавал, пока не сообщается. С толпотворением сегодня обернулось открытие бутика модного шведского бренда в Омске. Двум первым сотням покупателей пообещали подарочные карты на 500 и 1000 рублей. Видимо, это и вызвало небывалый ажиотаж. Гости начали собираться за три часа до открытия. Многотысячная толпа заполонила огромный холл. Многие прямо из очереди вели трансляции в социальных сетях. Очевидцы замечали среди пришедших родителей с грудными детьми и людей на костылях. Подобным ажиотажем поклонники известного яблочного бренда встречают выход новой модели смартфона. В столице в первый день за гаджетом выстраиваются многокилометровые очереди. Места занимают за несколько дней, а самые предприимчивые продают свои позиции. И что парадоксально, цена первого места нередко превышает стоимость самого телефона и может достигать полумиллиона рублей. Вошла в историю и очередь из посетителей первого в России американского фастфуда. Знаменитый ресторан быстрого питания открылся в Москве в 1990 году. А мечей просит не беспокоить не улетевших на зимовку лебедей. Горожанам рекомендуют не вмешиваться в дикую природу без необходимости. В адрес Минприроды сейчас поступает масса сообщений о птицах, оставшихся на водоемах в преддверии зимы. Люди, увидев пернатых на берегу в столь позднее время года, начинают бить тревогу, пытаются накормить или спасти птицу, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности. Их подкормка в осеннее время только притупит миграционный инстинкт и увеличит вероятность гибели. Дело в том, что затяжная весна сместила сроки гнездования птицы и становления на крыло. Однако, по словам специалистов, у птиц еще есть время отправиться в теплые края. Были случаи, что лебеди покидали область 15 декабря. Стали известны подробности программы по реконструкции пропускных пунктов на границе с Казахстаном. Соглашение о модернизации подписали на форуме межрегионального сотрудничества дружественных государств, который прошел в Омске. В региональном Минэкономике подтвердили, что решение по приграничным пунктам – один из ключевых документов, подписанных на саммите. О новых перспективах, которые он открывает, Екатерина Лушникова. Пункты пропуска на российско-казахстанской границе – самая масштабная болевая точка для обеих стран. Быстро проехать невозможно. Дороги недостаточно широкие. Не хватает технических средств, досмотра и специалистов. А еще бюрократическая волокита. Это тормозит экономические отношения и бьет по туризму. Мы обращали внимание Минэкономразвития России на то, что фактически пункты пропуска подошли к предельным своим значениям по пропускной способности. Например, по скоропортящимся продуктам, по молочной продукции у нас выросли объемы по овощам. И товаропроизводители уже указывают на то, что они не могут наращивать просто поставки взаимные как в Казахстан, так и в Россию в связи с очередями и предельной загрузкой пунктов пропуска. Уже в следующем году пропускные пункты в Исселькуле, Одесском, Нововаршавском и Черлакском районах начнут модернизировать. Здесь будут отремонтированы подъездные дороги, увеличатся помещения пунктов пропуска и штат сотрудников, будут созданы комфортные условия для водителей и путешественников с детьми. Проектов два. Стационарные пункты и мобильные, которые гораздо дешевле. Сейчас ведомство ожидает дорожную карту и средства из федерального бюджета. Российско-казахстанская граница – самая длинная сухопутная в мире. Попасть из одной страны в другую можно с помощью 49 пунктов пропуска. Из них большинство – 30 автомобильные. На первом этапе модернизируют 19 приоритетных. Пункты пропуска Омской области вошли на реконструкцию в первоочередном порядке. Мы, естественно, ожидаем, что в скором времени наши все граждане и предприниматели увидят обновленные пункты пропуска с тем, чтобы максимально комфортно и в короткое время пересекать границу. На форуме подписями главы обоих государств утвердили и концепцию приграничного сотрудничества России и Казахстана. Программа рассчитана на ближайшие семь лет и предусматривает совместное финансирование инициатив по развитию инфраструктуры приграничных территорий, поддержке малого и среднего бизнеса, а также проектов в области образования и культуры. Омская область уже подготовила 11 совместных программ. По развитию школ русского языка и казахского языка, по проведению совместных фестивалей и по проведению селекционных исследований для зерновых. Проект по реконструкции пунктов пропуска потребует огромных вливаний. Только на первом этапе почти 20 миллиардов рублей. Но эффект со временем перекроет затраты и даст экономикам двух стран толчок к развитию, а людям возможность удобно пересекать границу. Екатерина Лушникова, Вадим Насардинов, 12 канал. Утвердили новогоднюю концепцию города. Эмблема праздничных мероприятий выполнена в красно-зеленых тонах. На ней основное место занимает крупная надпись «Омск», «Елка» и «Наступающий год». Вообще же дизайнеры взяли за основу бренд города логотип «Ок». Его разработали ко дню города этим летом. Новые изображения будут рекомендовать для украшения торжественных фасадов зданий, улиц, скверов и парков, торговых павильонов. Глава красноярского поселения сегодня публично извинилась перед жителями района. Накануне мы рассказали, как при сооружении лыжного спуска на стадионе «Олимпийц» в насыпь вместе с грунтом попала ритуальная атрибутика – фрагменты оградок и искусственные цветы. Местных жителей это возмутило. Представители районной администрации собрали журналистов, чтобы объясниться. «Я публично приношу свои извинения за допущенную сложившуюся ситуацию. Жители села Красноярка не останутся без зимних развлечений. На территории стадиона у нас имеется каток. Будет залита горка для отдыха детей, для зимних видов спорта. Обязательно будет накатана лыжня как по территории стадиона, так и по территории соснового бора». Горку обещают ликвидировать. В эти выходные земляные работы проведет за свой счет та же фирма, что и сделала насыпь. Ценный груз сегодня получили в Омском технопарке «Кванториум». Сегодня сюда поступила новая партия оборудования – учебно-методические стенды, робототехника и 3D-принтеры. Используя их, школьники смогут заниматься астрономией, программированием, изучать нейротехнологии, собирать беспилотники и модели спутников. В рамках нацпроекта образования технопарки «Мобильные и стационарные» сейчас открываются по всей стране. В детский технопарк «Кванториум» поступило оборудование по направлению «Энерджи Квантум». На этом оборудовании дети смогут изучать принципы работы водородно-топливных элементов, основы электротехники, схемотехники и энергетики. Очень радостно, что большая часть оборудования все-таки произведена в Российской Федерации. Оборудование пришло от разных поставщиков из разных уголков страны. «Омский Кванториум» будет работать по шести направлениям станции скорой медицинской помощи. Участие принимают более тысячи докторов. Они обсудят современные методы оказания помощи и представят на конференции новейшее оборудование, которое сейчас в арсенале медицинских бригад. В регионе более сотни экипажей скорой помощи. Они первыми оказываются на месте крупных аварий, природных бедствий, техногенных катастроф. Елена Смирнова продолжит. «882 экстренный вызов, детская реанимация». Минута на сборы и золотой час, а то и меньше на оказание экстренной помощи бригады скорых, своего рода медицинский спецназ. Так говорят сами врачи на вызове, порой как на войне. К делу подходят с горячим сердцем и холодной головой на принятие решений считанные минуты на кону чья-то жизнь. «Авария по 45-му тракту. Наша бригада была первая там. Была первая. И всю эту аварию мы обслуживали до самого конца целый день. Очень важно, чтобы бригада друг друга чувствует со взгляда только. Даже слов не надо. Если слаженно не работать, это очень тяжело». Потому случайно собранных бригад нет. Только слаженные тандемы. Этот экипаж особенный доставляет маленьких пациентов. Многим едва исполнилась неделя. В Томске-Новосибирск на операции дорога занимает по 13 часов. Все это время реаниматологи неусыпно следят за состоянием ребенка. Интенсивная терапия нередко требуется уже в пути. Связь с пациентами не теряют и после. «У нас мальчик есть, рожденный, с единственным желудочком в городе Томске. Его прооперировали. Сейчас, конечно, печальная его судьба. К сожалению, родители от него отказались по жизненным ситуациям. Он находится сейчас в Кировском детском доме. Всегда интересуемся судьбой ребенка. Практически каждый ребенок остается в памяти». Особое мастерство и крепкие нервы нужны и водителю реанимации на колесах. Сергей Кульбаков вспоминает, однажды ночью по пути в Новосибирск машина осталась попросту без тормозов. «Выдавило тормозной цилиндр, жидкость вылилась, круга, зима. Доехали до Новосибирска, ребенка сдали. Потихоньку возвращаются же обратно с ребенка. В магазин заехали, купили что надо, отремонтировались на улице. Все, поехали обратно». А бывают и такие вызовы, которые докторов радуют. «Самый хороший вызов это роды, когда рождение новой жизни. То, что запомнилось мне в моей жизни в первый год работы, это в 2001 году, отработав полгода врачом и попало на домашние роды. Мы родили мальчика, это было здорово». Ильяна Смирнова, Денис Лопарев, 12 канал. И вот, что вы увидите в следующих выпусках «Часы новостей». А мечам покажут магию театра. В драме открылась необычная выставка монет. Изображения на них посвящены юбилеям крупнейших театров страны, а также композиторам, писателям, режиссерам. Одним из первых экспозиций увидел Никита Кайдаш. В селе Белосток Одесского района сегодня открылся Центр культуры и досуга. Капитальный ремонт зданий и благоустройства территории обошлись в 36 миллионов рублей. Часть выделили в рамках нацпроекта «Культура». Благоустроили и площадь возле Дома культуры. Здесь организовали детскую площадку. Качели, карусели, горки. Где проводить летние месяцы вопрос больше не стоит. Подробнее о том, как культурный центр изменит жизнь сельчан, расскажет Анна Кокорина. Составили число 55 у Тобольских ворот. Студенческие отряды провели большой флешмоб. Посвятили его 55-летию организации. Выстраивались около 15 минут. Фигура получилась преимущественно синего цвета. Большинство ребят были в своих фирменных бойцовках, известных уже на весь мир. 55 лет. Достаточно весомая цифра. Много лет прошло. Очень важно понимать, что это движение студенческих отрядов связывает именно поколения. То есть в 55 лет уже как минимум уместилось 3-4 поколения. И это праздник, который связывает и нас сегодняшних, и ветеранов этого движения. Также активистам движения вручили благодарственные письма за работу. Завтра праздник продолжат на сане концертного зала. Мечей познакомят с исторической книгой студенческие строительные отряды сквозь времена. Наградят ветеранов и лидеров движения. Областной студотряд неизменно входит в тройку лучших в стране. На его базе создан всероссийский колл-центр. Специалисты помогают студентам решать различные проблемы, связанные с трудоустройством. Больничный режим разнообразили сказками. Сегодня маленьким пациентам омских больниц, артисты городских театров читали книги. Такую акцию провели впервые. Расчет на то, что это поможет отвлечься от мыслей о болезнях. Волонтеры побывали в областной детской клинической больнице, а также в больницах номер 2 и 3. Подробности в нашем репортаже. Вместо таблеток и уколов сегодня книжки и раскраски. Актриса Анна Сосой за сказочника. Читает «Страну чудес» Дарьи Донцовой. Глава 15. Жизнь гномов. Роль привычная. Каждый вечер женщина читает и своему шестилетнему сыну. Уверена, хорошая книжка – лучшее лекарство от грусти. Пометуя о том, например, как я лежала в больнице, было достаточно скучно. А это, извините, это целое мероприятие. И еще послушать книжку, получить в подарок, еще и порисовать, пообщаться. Опять же, это может быть стимул к выздоровлению. Добрую сказку о любви и настоящей дружбе Анна не успела прочитать до конца. Не уложилась по времени в больничный режим. Однако, чем закончилась история, ребята узнают. Каждый получил книгу в подарок. Восьмилетняя Вика сегодня в больнице первый день. Когда выпишется, девочка еще не знает. Но признается, пока ей все здесь нравится. Мне очень понравилось, как читали сказку. Там были животные, и одна загадала плохое желание. Она вот то, что не сформулировала, и получилось все наоборот. В кардиологии и ревматологии для детей – пациенты с пороками сердца, патологиями суставов. Многие страдают хроническими заболеваниями. Ложиться в больницу им приходится по несколько раз в год. Праздник с книгами и подарками отвлечет юных пациентов от больничных будней, уверены врачи. Детки обрадовались, заинтересовались, очень живо приняли участие. Очень важно организовать им досуг, и чтобы в это время препровождения для них было не только воспринималась болезненная процедура или манипуляция, но и в том числе, чтобы им было интересно, и они с пользой проводили свое свободное время. Софья Халиулина, Денис Лопарев, 12 канал. Амичи увидят работы запрещенного в советское время художника. В экспозиции под названием «Откровение» картины Александра Суханова, мастера кисти из уральского города Садка. Они будут выставлены у нас впервые. Это 160 картин. В 1970-е годы чиновники обвинили художника в несоответствии идеям соцреализма, отобрали мастерскую и запретили выставляться. Он заперся дома и перестал писать. Спас Суханова от творческого кризиса коллега, художник Юрий Азеев, который привез ему полный портфель красок и убедил вернуться к живописи. По мнению писателя Захара Прилепина картины Суханова достойны выставки в Лувре. Экспозиция в Омске откроется в историческом парке 15 ноября. Сегодня омский авангард сыграет с Череповецкой Северсталью. Для ястребов эта игра принципиальная. Красно-бело-черный попробует взять реванш за разгромное поражение на старте чемпионата. В сентябре подопечные Боба Хартли явно недооценили соперника и проиграли со счетом 5-1. Впрочем, сейчас Северсталь не в лучшей своей форме. Пять последних матчей завершились поражением. Не блещет победами и авангард после перерывов, сухую уступившей казанскому Акбарсу. Как игра пройдет сегодня, 12 канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции 21.50 по омскому времени. Далее в нашей программе прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Завтра, 15 ноября, по региону Ивомский снег. Температура в городе в ночные часы минус 10-13, днем до 8 градусов ниже нуля. В районах ночью минус 12-15, днем термометры покажут 10 градусов мороза. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. До встречи в 19 часов 30 минут.